Здравствуйте, меня зовут Мария Александровна Бармашева. Я педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Алим». Я веду дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу под названием «Воображайка. Рисуем на компьютере». Срок реализации программы – 2 года. Программа имеет техническую направленность и базовый уровень освоения. Она рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. Набор в группу первого года обучения осуществляется по желанию. На второй год обучения возможен дополнительный набор после предварительной оценки знаний, умений и навыков детей и компьютерной грамотности. Основная цель программы – это формирование информационной культуры детей через овладевание основами работы на компьютере и в различных графических редакторах. Сегодня компьютер довольно прочно вошел в нашу повседневную жизнь и уже с раннего возраста дети проявляют интерес к нему. Но чтобы этот интерес не сводился только к просмотру мультиков и компьютерным играм, я хочу показать им другую сторону использования компьютера, а именно рисованию. Знакомство с новыми компьютерными графиками помогает удовлетворить интерес детей к этому предмету, сформировать начальные навыки работы на компьютере и позволяет реализовать свой творческий потенциал с помощью предлагаемого компьютером инструментарием. В программе первого года обучения мы знакомимся с устройством компьютера, графическим редактором TuxPaint, основами цветоведения и композиции. Также сюда включен блок по работе с программой PowerPoint, в которой можно создавать яркие красивые презентации с использованием анимаций и различных звуковых эффектов. В программе второго года обучения мы работаем в текстовом редакторе Word, знакомимся с графическим редактором Paint, GIMP, а также с сетью интернет. Программа включает в себя теоретический материал, представленный мною в форме презентации, в которой дети с интересом смотрят, а также много практических заданий, интерактивных викторин и игр. По итогам пройденного материала обучающие выполняют совместные индивидуальные творческие задания, делают коллажи, открытки, стенгазеты, а также участвуют в тематических выставках и конкурсах. У нас уже есть заслуженные награды в районах, городских и мероприятиях. В середине и в конце учебного года я провожу открытые уроки для родителей, на которых знакомлю их с достижениями объединения, демонстрирую работу обучающихся, а также организую совместную творческую деятельность детей и родителей. Родители, кстати, с удовольствием сами рисуют, а дети выступают уже в роли учителей. В этой работе я руководствуюсь принципом. Все, что я хотела бы узнать, это яблоня. Все, что я знаю, это ветви яблони. Все, что я могу преподать ученикам, это яблоко. Все, что останется в них, это семечко. Но из семечка может вырасти яблоня. Я уверена, что рисование на компьютере способно не только сформировать у моих воспитанников начальные навыки работы на компьютере. Дети с удовольствием приходят на занятия, а некоторые уже приводят своих младших братьев и сестер. В нашем объединении царит творческая, дружелюбная атмосфера. Мы не критикуем результаты чужой работы. Здесь каждая личность имеет право на самовыражение с помощью компьютера. Я подсказываю только, как можно применить полученные знания на практике. А вот и мои ученики. Знакомьтесь. Я уверена, что рисование на компьютере способно не только сформировать у моих обучающихся начальные навыки работы на компьютере, но и помогает им реализовать свой творческий потенциал, учит их фантазировать, работать как самостоятельно, так и в команде, преодолевать трудности, способствовать развитию любознательности, интересы к исследовательской и творческой деятельности при работе с компьютером. Многие ребята уже активно используют полученные знания на практике. Они делают коллажи, открытки для своих любимых и близких, оформляют расписание уроков, делают заставки для школьных спектаклей и презентации для докладов. Таким образом, данная общеобразовательная программа отличается и тем, что она позволяет познакомить с основами работы на компьютерах и различными графическими редакторами, даже самых маленьких детей. Она стимулирует их интерес к творческой работе и дает им понимание того, что компьютер может стать инструментом самовыражения и расширить традиционное понимание рисования. А полученные знания и навыки пригодятся им с повседневной жизни и помогут адаптироваться обучающимся в быстро развивающемся мире информационных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова